Лекция по Бхагавадгите, как она есть, вторая глава, тексты с 33 по 35, прочитана его божественной милостью, Ачебхактивидантой, с вами Прабхупадой, 3 сентября 1973 года в Лондоне, Англия. Перевод. Но, отказавшись сражаться за правое дело, ты навлечешь на себя грех пренебрежения религиозным долгом, и твоя слава воина померкнет. Итак, имам-дхармям, священная война. К примеру, даже в наше время, если солдат ослушается приказа командира, по закону военного времени его расстреляют, потому что неповиновение приказом командующего – серьезное преступление. Итак, Кришна говорит, «Эта битва – не обычная битва. Это не политическая война». Кришна говорит, «Ты должен сражаться ради религии. Если же ты не станешь этого делать, тогда свадхармам ты и кшатрий. Не только кшатрий, но также и прославленный воин. Ты заслужил признание стольких полубогов. Арджуна владел Пашупата астрой. Когда Арджуна охотился в лесу на кабана, желая испытать его способности, Господь Шива предстал перед ним в облике охотника и заявил, что именно он убил кабана, Арджуна сказал, «Нет, я подстрелил его». Оба Арджуна и Господь Шива в обличии охотника заявляли свои права на добычу. Затем этот спор перешел в дуэль, и Господь Шива потерпел поражение. И тогда он открыл свое истинное лицо. «Я очень доволен тобой, ты великий воин». Он подарил ему одну стрелу, пашупата астру. Арджуне также доводилось сражаться с Индрой, и тот подарил ему свое оружие. Такова была традиция. Кшатрию дарили оружие. Браману дарили веды. А что касается ващев и шудр, то они не играли большого значения. Арджуна заслужил признание Господа Шивы, царя Индры и многих других. Кришна говорит, «Ты снискал славу среди таких великих душ. Если ты не станешь сражаться, ты не только поступишься религиозными принципами, но и утратишь свою репутацию». «Тата саданман киттинча хиттья» «Папам» значит «грех, последствия грехов». Так рассудил Господь. Иногда война является «папам» греховной деятельностью, а иногда «пунем» благочестивой. Следует учитывать все время, обстоятельства, причину войны, кто отдал приказ ее развязать. Все это нужно принимать во внимание. Итак, насилие и ненасилие наш великий лидер Махатма Ганди хотел доказать принцип ненасилия на основе Бхагавадгиты. Он развернул ненасильственное движение. Все используют Бхагавадгиту, стараясь с ее помощью найти подтверждение своим взглядом. Бхагавадгиту. Поэтому существует столько различных толкований. Все хотят использовать ее. Существует более 600 комментариев к Бхагавадгите. Один доктор Реле в Бомбее истолковал Бхагавадгиту как диалог между врачом и пациентом. Все это мы можем сегодня наблюдать. Но это не Бхагавадгита. Это намнат балад ясхаги папа буддхи. Нама аппаратха. 10 оскорблений. Это оскорбление. Это намнат балад ясхаги папа буддхи. Мы говорим, шастра говорит, что благодаря воспеванию мантры Харе Кришна вы очищаетесь от последствий своих грехов. Это факт. Но нет хуже греха, чем продолжать грешить, надеясь нейтрализовать свои грехи с помощью мантры Харе Кришна. Нам но балад грешить, надеясь на силу Святого Имени. Точно так же если кто-то хочет утвердить свою глупую философию с помощью авторитета Бхагавадгита, это великое оскорбление. Великое оскорбление. Поэтому глупые комментаторы не имеют права интерпретировать Бхагавадгиту. Ее следует изучать в традиции парампары, ачарью-пасанам. Следует поклоняться ачаре и изучать Бхагавадгиту под его руководством. Ачарьеван Пуруша Веда. Это слова Вед, тот, кто знает реальность, как она есть, ачарьям Мам Пуруша, тот, кто действует под руководством ачарьи. Нет одного ачарьи, вы не услышите подобной безрассудной философии ненасилия. Многие ачарьи писали к Бхагавадгите свои комментарии, Романуджа-ачарья, Мадва-ачарья, даже Шанкар-ачарья, но никто из них никогда не говорил, что Бхагавадгита утверждает принцип ненасилия. В самом по себе ненасилии нет ничего плохого. Но когда дело доходит до Дхарма-юдхи, священной войны, о ненасилии не может быть и речи. В таком случае уместно насилие. Поэтому Кришна говорит, «Татах свадхармам киртимча, если ты пренебрежешь своей свадхармой, своим профессиональным долгом, твоя слава померкнет, кирти. Тот, кто своими добрыми делами снискал себе славу, живет вечно». чанак пандидасу, чанаке пандит тоже говорит, «Киртихса». «Кто живет вечно?» Тот, кто прославился своими добрыми делами. Поэтому не пытайся запятнать свою славу. Ты великий воин, признанный многими великими душами. арджуны, если не станешь сражаться, люди скажут, «Это конец арджуны, он больше не может сражаться. не позорь себя, не отступай от своего долга кшатрия. Это приведет тебя к папам Авапсиси. Не думай, что это праведный поступок. Напротив, ты лишишься благочестия папам Авапсиси». Следующий стих. Перевод. «Люди, во все времена будут говорить о твоем позоре, а для человека с именем безчести хуже смерти». Самбхавитаси, если человек великой славы совершает неблаговидный поступок, ему лучше умереть, прежде чем он станет свидетелем своего позора. Таков совет. Арджуна знают, как великого воина. Мало того, он близкий друг Кришна настолько близкий, что Кришна согласился стать его колесничим. Просто представьте его положение. Верховная Личность Бога, Кришна, которому поклоняется Господь Брама, согласился вести колесницу Арджуны, своего друга. Мы можем только представить, насколько знаменитым он был. Все скажут, «О, Кришна настолько близок ему, что согласился управлять его колесницей. Благодаря этому ты прославился по всему миру. Если сейчас ты не станешь сражаться, что скажут люди? Лучше тебе умереть». Кришна советует ему, «Для тебя лучше смерть, чем репутация доброго человека, отказавшегося применить силу. это мой тебе совет. Умри, я позабочусь об этом. Я буду очень доволен». Такой совет Кришна дал ему. Он был очень разочарован решением Арджун не участвовать в этой войне. Поэтому Кришна дал ему последний совет. «Если не хочешь сражаться, лучше умри на этом самом месте. Я буду только рад». Дальше. Перевод. «Великие военачальники, которые были о тебе столь высокого мнения, решат, что только страх заставил тебя покинуть поле боя и сочтут тебя ничтожеством». спут еще 300 лет назад в Индии было много настоящих кшатриев. Был один царь по имени Йошаманта Сена, главнокомандующий императора Аурангзеба. Потерпев поражение в одном из боев, он вернулся домой. Его жена услышала о том, что ее поверженный муж возвращается домой. Тогда она попросила слугу запереть дворцовые ворота. Когда Йошаманта Сена приехал и увидел, что двери во дворец заперты, он послал к царице гонца, почему-то заперла ворота, я вернулся домой. Гонец пришел и сообщил, приехал царь. Он просит отпереть двери. Царица ответила, «Какой царь? Йошаманта Сена не может быть. Йошаманта Сена не может вернуться проигравшим. Йошаманта Сен либо победит, либо погибнет в бою». Поэтому это должно быть какой-то самозванец. Он не может быть царем Йошаманта Сены. И она отказалась открывать ворота. Таков дух кшатриев. И как здесь мы видим то же самое. Пять тысяч лет назад Кришна сказал, «Ты такой великий воин, если ты не станешь сражаться, люди не примут во внимание, особенно другие главнокомандующие, такие как Дроначария, Бишма, Карна, а не Махарадхи. Один Махарадха способен сражаться в одиночку с тысячами людей. Как сейчас существуют такие звания, как капитан, командир, главнокомандующий, так и в былые времена воинам присваивались звания Махарадхи, Атирадхи. Итак, Махарадха – величайшие полководцы. Кришна говорит, «Тебя называют одним из Махарадх. Что же остальные Махарадхи подумают о тебе? Они не посмотрят, что ты отказался от битвы, из сострадания. Напротив, они подумают, что ты покинул поле брани из страха. Ты перестал сражаться из-за страха. Сейчас ты имеешь честь называться Махарадхой. Таким тебя знают многие полководцы. Ты опозоришься в их глазах. Зачем тебе это? Лучше сражаться и погибнуть. Хорошо. Спасибо.